В этом обзоре я расскажу о новой модели Bookreader Onyx Books, входящего в так называемую научную серию. Новинка получила название i63 ML Maxwell. На первый взгляд она является аналогом Bookreader i63 SML Copernic, о котором я рассказывал в одном из предыдущих обзоров. Но благодаря поддержке Wi-Fi и сенсорного экрана разработчикам удалось несколько расширить возможности современного Bookreader, работающего под управлением Android. В комплект помимо самого Bookreader входит гарантийный талон, краткое руководство пользователя, сетевое зарядное устройство, оборудованное портом USB и имеющее выходной ток 1 А, а также USB кабель, который можно использовать как для подключения к компьютеру, так и для зарядки Bookreader. Отдельного внимания заслуживает чехол. В его основе лежит бампер из прорезиненного пластика. Он имеет приятную на ощупь фактуру, позволяет уверенно держать Bookreader в руке и защищает его со всех сторон. Для удобного доступа ко всем органам управления, слотам и разъемам в чехле предусмотрены все необходимые отверстия. Обложка чехла изготовлена из мягкой искусственной кожи с приятным белюровым подкладом. Она не только защищает экран во время транспортировки или случайного падения, но и позволяет содержать экран в чистоте. Для дополнительного удобства обложка имеет хлястик с магнитным замком. OnyxBook i63ML Maxwell выполнен в моем любимом размере 6 дюймов. С одной стороны, его экран достаточно большой для нормального чтения книг, а с другой стороны, само устройство выглядит достаточно компактным для того, чтобы мы могли комфортно использовать его в любых условиях. Одной из интересных конструктивных особенностей OnyxBook i63ML Maxwell я считаю симметричную пару кнопок, расположенную справа и слева от экрана. По умолчанию, правая пара кнопок отвечает за перелистывание страниц, а левая выполняет функцию открытия контекстного меню, возврата на предыдущий уровень и закрытие меню, а также для выхода из активного приложения. В модели i63ML Коперник была возможность изменить назначение этих кнопок, что делает устройство одинаково удобным как для правшей, так и для левшей. В i63ML Maxwell эту функцию решили упразднить. Видимо, разработчики посчитали, что если пользователю будет неудобно использовать боковые кнопки, то он всегда сможет воспользоваться джойстиком или сенсорным экраном. Честно говоря, я бы оставил возможность переназначения функций боковых кнопок, что сделало бы устройство еще более удобным. Джойстик можно использовать не только для перелистывания страниц, но и для навигации по меню, а также для включения подсветки экрана и быстрого изменения размера текста или его масштаба в некоторых приложениях. В основании корпуса расположена миниатюрная кнопка включения, совмещенная с индикатором зарядки и порт мини-USB, который мы можем использовать как для зарядки встроенного аккумулятора, так и для подключения устройства к компьютеру для обмена данными или обновления программного обеспечения. Здесь же расположен слот карт памяти microSD, поддерживающий карты объемом до 32 ГБ. Onyx Books i63 ML Maxwell оборудован 6-дюймовым экраном Ying Pearl HD. Он имеет разрешение 758 на 1024 точки, отличается высокой скоростью обновления и контрастом 12 к 1, а также способен отображать 16 градаций серва. Как я уже не раз говорил, такое сочетание характеристик позволяет сделать изображение не просто более детализированным. Тексты и иллюстрации получаются настолько реалистичными, что кажется, что смотришь не на цифровое изображение, состоящее из пикселей, а на изображение, созданное на печатном станке. Экран имеет встроенную подсветку Moonlight. Суть технологии подсветки заключается в рефлективном методе распределения света, благодаря чему удается добиться того же эффекта, что и при естественном освещении экрана. Одним из главных отличий у Nixbox i63 ML Maxwell является сенсорный экран. В этой модели разработчики использовали инфракрасную сенсорную панель, она лучше других подходит для использования в букридерах с енк-экраном. В отличие от других типов сенсорных панелей, ИК-сенсор не требует использования специального стилуса, поддерживает мультитайт жесты, управлять им можно любым предметом, в том числе и рукой в перчатках, и при этом он не создает никакого искажения оригинального изображения. Чуть позже мы еще поговорим о преимуществах использования сенсорного экрана, а пока давайте заглянем внутрь букридера. В его основе лежит процессор ROGCHIP RK2906, работающий на частоте 1 ГГц. Это одноядерный процессор, построенный на архитектуре Cortex-A8 и оборудованный графическим ядром Mali-400. Он обладает неплохой производительностью, достаточный для запуска и использования основных приложений и позиционируется производителем как процессор для букридеров высокой ценовой категории. На борту установлены 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти. Кстати, по сравнению с i63-SML Copernic, объем флеш-памяти был увеличен вдвое. Для Android-устройства это значит не только больше объем для хранения книг, документов, но и больше объем для установки необходимых приложений. При необходимости расширить флеш-память можно с помощью внешней карты типа microSD. Еще одним отличием новой модели букридера является поддержка Wi-Fi. В сочетании с сенсорным экраном это дает пользователю возможность не только более гибко управлять устройством и устанавливать необходимые приложения, но и полноценно использовать различные интернет-сервисы, включая онлайн-библиотеки и клиенты социальных сетей. Пришло время поговорить о реальных возможностях Onyx Books i63 ML Maxwell. Букридер работает под управлением Android 2.3.1 с фирменным лаунчером, напоминающим интерфейс классического букридера. На мой взгляд, крайне важно, чтобы пользователь не забывал о том, что в его руках не просто Android-устройство, а устройство для чтения электронных книг. И с этой задачей фирменный лаунчер справляется на отлично. Несмотря на внешнее сходство с интерфейсом модели Коперник, в i63 ML Maxwell разработчики применили несколько измененный интерфейс, адаптированный для устройства с сенсорным экраном. Меню настройки включает базовый набор параметров, не требующих комментариев. Я обращу внимание лишь на новую функцию сеть, где можно настроить Wi-Fi подключение, и на функцию привязки тех или иных приложений для работы с определенными типами файлов. Для работы с книгами и документами пользователь может использовать один из двух инструментов. Наиболее удобной я считаю встроенную библиотеку, где собраны все книги, обнаруженные во встроенной памяти и на внешней карте. Пользователь может выбрать наиболее удобный режим представления книг, режим сортировки, а также воспользоваться поиском по библиотеке. Открыв контекстное меню, можно воспользоваться рядом полезных файловых функций, среди которых отмечу возможность выбора приложения, с помощью которого будет открыта книга. Второй инструмент – файловый браузер. Он удобен в тех случаях, когда вам необходимо работать с книгами или документами, предварительно отсортированными по папкам. Файловый браузер не поддерживает функцию поиска по книгам, но зато имеет расширенные возможности для работы с файлами, включая также возможность выбора приложения для открытия того или иного формата книг или документов. В OnyxBook i63ML Maxwell предустановлены три приложения для чтения книг. Это фирменное приложение Onyx Reader, поддерживающее форматы PDF и DejaVue, а также два хорошо известных приложения CoolReader и FBReader, которые поддерживают все остальные форматы. Выбор конкретного приложения зависит от личных предпочтений пользователя, а также от некоторых особенностей их использования на данном устройстве. Например, отсутствие сенсорного экрана в модели Copernic делает более удобным приложение CoolReader, в котором сноски отображаются внизу каждой страницы. В i63ML Maxwell для открытия сноски достаточно кликнуть по ней. В этом смысле более удобным кажется приложение в BReader, в котором, кстати, я обнаружил одну полезную функцию, которой нет в CoolReader. Я говорю о возможности выделить и скопировать слово или часть фразы. Это очень удобно, например, для быстрого перевода неизвестного слова при чтении книги на иностранном языке. Отдельного внимания заслуживает приложение Onyx Reader, которое позволяет эффективно работать с форматами PDF и DejaView. Приложение поддерживает все необходимые функции для работы с данными форматами, включая гибкие возможности форматирования, а также обладает достаточной производительностью для работы с тяжелыми PDF-документами, со сложным форматированием и большим числом графики. Помимо приложений для работы с различными форматами электронных книг, i63ML Maxwell включает несколько базовых приложений, среди которых вьювер графических файлов, поддерживающие форматы JPEG, PNG, GIF и BMP, веб-браузер, словарь QuickDig, приложение для загрузки файлов и календарь. Кроме этого, имеется приложение Market, с помощью которого можно устанавливать дополнительные приложения непосредственно из Google Play. Прежде чем устанавливать дополнительные приложения, не стоит учесть, что перед нами необычное Android-устройство. Оно имеет ряд архитектурных ограничений и приложения, которые можно использовать на этом BookReader, должны иметь некоторую оптимизацию. Правда, касается это не всех программ. Например, клиент читай, который необходим мне для доступа к библиотеке купленных книг в онлайн-магазине для TRES работает без ограничений. Последнее, о чем мне хотелось бы поговорить в рамках этого обзора – время автономной работы. Onyxbox i63ML Maxwell оборудован аккумулятором емкостью 1600 мАч. По словам производителя, одной зарядки хватает на 30 дней. На самом деле, это значение зависит от многих факторов. Например, активное использование интернета и встроенной подсветки сокращает его до 7 дней. Однако, если сравнивать это значение со временем автономной работы классических андроид-устройств, которые приходится заряжать как минимум один раз в день, то кажется, что Maxwell работает бесконечно долго. Итак, пришло время подвести итоги. С одной стороны, Onyxbox i63ML Maxwell нельзя назвать большим шагом в развитии современных BookReader с Янг-экраном. Но с другой стороны, добавление Wi-Fi и сенсорного экрана позволило сделать устройство более удобным и функциональным по сравнению с базовым моделью i63-SML Коперник. Это особенно важно для тех из нас, кто не просто читает книги с первого по последнюю страницу, но и использует BookReader в качестве инструмента для работы с целой библиотекой книг и документов, когда необходимо быстро найти нужную информацию, сделать большое число закладок, работать со сносками и словарями. В этом смысле, Maxwell с его высококачественным Янг-экраном с подсветкой, быстрым процессором и возможностью установить дополнительное программное обеспечение можно смело назвать оптимальным инструментом. Отдельного внимания заслуживает возможность использования онлайн-библиотек. Для меня это одна из главных причин обратите внимание на эту модель BookReader.